друзья всем привет если вы планируете делать ремонт или делаете его сейчас то обязательно посмотрите это видео и вы узнаете 18 приемов при помощи которых можно сделать ваш интерьер визуально дороже стены самое первое на что обращаешь внимание когда заходишь в квартиру это воздух не в смысле чем это у вас тут пахнет а его объем количество воздуха способствуют стены вернее их отсутствие поэтому по возможности покупая квартиру или делая перепланировку постарайтесь сделать так чтобы стен было как можно меньше и чтобы они были только там где они действительно нужны и что так не удешевляет интерьер как маленькие прихожие и узкие коридоры второе на что мы обращаем внимание когда заходим в квартиру это пол чем больше пола тем больше пространства и воздуха мы ощущаем визуально для того чтобы пола было как можно больше позаботьтесь о том чтобы максимальное количество пола которое бросается в глаза было выполнено из одного материала многие ошибочно полагают что дизайн в целом будет более интересен если сделать пол например из разных материалов да еще и с каким-нибудь замысловатым переходом в итоге все это будет выглядеть безвкусно и дешево потолки откажитесь от безумных идей связанных с разноуровневыми потолками подсветками и точечными светильниками по возможности делайте потолок ровным без особых затей все эти попытки сделать дизайнерский потолок влетят вам в копеечку а выглядеть будет как ремонт из двухтысячных конструкции из гипсокартона уместны только там где это диктует техническая необходимость это могут быть трассы вентиляции различные коммуникации конструктивные особенности здания и так далее правильно выбирайте стиль для своей квартиры попытки создать викторианскую эпоху в современном жилье с современными стандартами проектирования с низкими потолками и стандартными окнами ни к чему хорошему не приводит любите лепнину и эпоху возрождения тогда сходите в эрмитаж не мучайте ни себя ни своего дизайнера за 10 лет работы я ни разу не увидел более-менее удачного примера такой квартиры переходим к отделке стен здесь я вообще считаю так что обои с фактуры и рисунком могут быть классными и уместными особенно в стандартных современных квартирах только если это покрашенные стены чем более однородная и однотонная выбранная отделка тем более дорогим и стильным будет выглядеть ваш интерьер шторы для того чтобы интерьер выглядел дороже очень важно правильно оформить окна вертикальные жалюзи офисные горизонтальные жалюзи шторы в стиле дорого-богато все это удешевляет интерьер шторы должны быть сделаны из хорошей ткани отпаренные ровные висеть во всю длину стен вот то есть в идеале когда шторы не спадают из-под самого потолка и опускаются на пол допускается даже когда ткань немного лежит на полу окна как правило в наших квартирах белые пластиковые окна если вы хотите чтобы в итоге интерьер выглядел дороже в идеале их поменять на черные или темно-серые но это если позволяет бюджет если нет то можно перекрасить есть специальная краска для пвх окон черные рамы сразу сделают интерьер более дорогим с виду чем он есть на самом деле ремонт будет выглядеть более стильно и современно откос самый лучший способ сделать откосы это сделать их оштукатуренными ну или хотя бы из гипсокартона ни в коем случае не делайте откосы из пвх это самый быстрый самый легкий и самый дешевый способ но и выглядеть это потом будет дешево особенно если учесть что из-за конструктивных особенностей сэндвич панелей из которых делают эти откосы пвх необходимо будет чем-то закрывать стык стены и откоса и скорее всего это будет уголок и скорее всего он будет пластиковый и белый поэтому вывод становится очевиден подоконник ни в коем случае не делайте подоконник из пвх со свесами и вылетами по бокам такой подоконник визуально будет удешевлять ремонт чтобы интерьер выглядел дороже сделайте подоконник из искусственного камня или широкоформатного керамогранита без всяких свесов и вылетов максимум закрытых полок чем меньше вещей на виду тем более просторным выглядит помещение подбирайте мебель так чтобы открытых полок было как можно меньше чем меньше на виду будет различного хлама а все наши статуэтки разномастные книги журналы и мало ли что еще что у нас тут где-то валяется это не что иное как хлам и чем меньше этого хлама мы будем видеть тем более дорогим и стильным будет наш интерьер крупный по формату арт картины могут сделать обстановку богаче только боже вас упаси вешать на стену репродукции пейзажей классиков такой прием скорее скажет не о вашем вкусе о том что его нет но это скорее всего не из-за короны вместо этого подберите картины в современном стиле где изображено что-то непонятное главное чтобы это полотно не выбивалась из общей цветовой гаммы интерьера используйте однотонный широкоформатный керамогранит для ванной комнаты плитка большого формата выглядит дорого также постарайтесь не использовать два разных вида керамогранита в одном помещении в итоге это будет выглядеть так будто интерьер делал молодой неопытный дизайнер вместо этого используйте мебель для ванных комнат чтобы придать неоднородности материалом вот вам и два разных материала для ванной вместо обычного пвх плинтуса или плинтуса из полиуретана используйте плинтус скрытого монтажа или теневой профиль теневой зазор делает интерьер более современным и стильным у стен появляется парящий эффект и в целом решение будет выглядеть технологичным а технологии стоит дорого когда целесообразно использовать скрытый плинтус когда теневой профиль на самом деле все очень просто если по дизайну вам нужно чтобы плинтус был в цвет пола например под дерево то выбирайте плинтус скрытого монтажа если в цвет стены то теневой профиль используйте панели для отделки стен если денег не очень много можно использовать тонированную фанеру если ее правильно выбрать нарезать смонтировать то эффект будет просто потрясающий также можно использовать лдсп только тут нужно не забыть сделать кромку на срезанные торцы ну а самым интересным вариантом конечно же будет использование шпонированных панелей из мдф хотя этот вариант будет самый дорогой освещение знаете ли вы что при проектировании освещения самых дорогих отелей и ресторанов используется прием при котором высшим пилотажем считается когда у вас не видно источников света об этом мало кто думает особенно сейчас но постарайтесь избавиться от точечных светильников равномерно натыканных по площади потолка вместо этого распределите свет по уровням верхний верхний средний средний нижний это позволит создать атмосферу а ничто не делает интерьер таким дорогим как правильная атмосфера вы можете потратить кучу денег на мебель и отделку и все запороть плоским скучным светом чем больше у вас будет сценариев освещения тем дороже будет выглядеть ваш интерьер двери могут быть разными тут все зависит от дизайна в целом и от вашего кошелька но двери не должны быть дешевыми потому что дешевых красивых дверей не бывает поэтому если бюджет маленький а хочется чтобы было стильно поставьте так называемые финские двери только обязательно попросите поставщика заменить стандартные ручки при правильном выборе комбинация будет выигрыш на по возможности выбирайте максимально высокие двери то есть если высоту дверей не диктует дверной проем выполненный в несущей стене то дверь должна быть высокой это обязательно мебельная фурнитура особое внимание уделяйте профилям и ручкам практически вся бюджетная мебель оснащена дешевыми китайскими ручками которые портят и без того печальный внешний вид если делаете мебель на заказ то используйте ручку профиль или фрезерованные ручки также можно подыскать более интересные варианты ручек у специализированных производителей купить их отдельно и самостоятельно установить или отдать мебельщикам на производство грамотно подобранная фурнитура сделает мебель визуально более дорогой а это в свою очередь сыграет на руку всему интерьеру цветовая схема интерьера при достаточно небольших вложениях можно добиться весьма впечатляющих результатов главное правильно выбрать цвет для того чтобы это сделать достаточно открыть модный глянцевый журнал по интерьерам или зайти в инстаграм мог топовым дизайнером и вы увидите что все фешенебельные интерьеры выполнены в сдержанной цветовой гамме цвета используют приглушенные сложные в основном схемы построены на природных цветовых сочетаниях яркие сочные краски выглядят смело экстравагантно но никак не стильно и утонченно на этом все отправляйте это видео своим друзьям которые делают ремонт делитесь с ними надеюсь это убережет вас и их от некрасивых дизайнов